Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyJeture. Мы являемся официальным представителем бренда Polymerium в Новосибирске. А у Polymerium есть очень хорошая линейка Polymerium XPS. Специализированная линейка для техники BRP. DWS Rotex, технологии E-TEC и так далее. XPS BRP масло. Наверняка все знают, кто является счастливым владельцем техники BRP. Такой как SIDU, SKIDU, CANAM, LINKS и так далее. Либо другой, любой дорогой техники в виде снегохода, либо квадроцикла. Все наверняка знают, что такое масло BRP. BRP ушло из России. Дирижские центры, которые обслуживали технику BRP, столкнулись с огромной проблемой. Без преувеличения. Нужно было обслуживать технику, а обслуживать ее было нечем. Поставки прекратились. BRP в Россию масел. Соответственно, масло BRP стало купить реально большой проблемой. И поэтому они обратились на завод Polymerium в России, к Сергею и моему другу. И они сделают для них такое же абсолютно масло. С теми же самыми характеристиками, а некоторые позиции даже превышают масла BRP, которые делались раньше. Ничего там космического не было, но определенные нюансы по продуктам есть. Эти продукты действительно не очень простые. Особенно для ROTEX и для технологии E-Tech. Поэтому Сергей очень долго разбирал продукты BRP и сделал на основании их продукты Polymerium линейки XPS. Чтобы сразу предвосхитить вопросы, которые все любят задавать. Где анализы, где результаты, что кого там. Вы, ребят, сразу заходите на любимый всеми вами клаб, на котором я не участвую. И там есть большая ветка, посвященная Polymerium, в том числе и XPS. С анализами отработок, с результатами анализов и т.д. и т.п. Там все это есть в открытом доступе. Сергей очень открытый человек в этом плане. Публикует всегда все анализы, все результаты отработок. Потом, как работает масло в ДВС через определенные промежутки времени. Там все это есть. Просто набираете там, например, Polymerium XPS и все смотрите сами. Вот, поэтому вся информация есть от реальных уже пользователей. Я общаюсь сам с представителями дилерских центров BRP, в частности, Ветер-компания. Для которой, в принципе, сделан был данный продукт. И тоже по их отзывам все абсолютно нормально, все ровно. Эта зима будет для Polymerium XPS первая. Потому что начали делать продукты только в начале года. Ну, вернее, уже зима прошла, тот сезон вернее. Поэтому лето откатали нормально все. На квадриках и так далее. Это не только техника BRP, еще раз напомню. Это и Polaris, и Bombardier, и Yumaha техника и так далее. Дорогущие квадрики, которые используют это масло, используют уже в огромных количествах. Вы даже не представляете себе, сколько дилерских центров BRP, в частности, Ветер, например, сети-то. Сколько они потребляют этого масла. И сколько людей уже на нем ездят сейчас. Поэтому можно смело сказать, что все нормально абсолютно, потому что негативный ход-залп. Не знаю, я не встречал. Там, может, есть пара негативных. Основной массы позитивные и положительные. Ничем не отличается масло от BRP-шного. Мы официальные представители Новосибирска. У нас на складе всегда есть 20-литровые канистры Polymerium. Есть 4-шки, есть литрушки. Есть они у нас на наших маркетплейсах. Стоят эти продукты гораздо, намного, гораздо дешевле, чем продукты от BRP. Но они стоят недешево. Почему? Потому что продукты специальные. Это продукты, которые полностью соответствуют BRP. И они, на самом деле, в них есть определенные нюансы при производстве. Сергей очень много по этому поводу рассказывал. В принципе, вы можете обратиться к нему. Узнать все нюансы конкретные по технологиям. На самом деле, там есть нюансы, которые выделяли эти масла среди всех остальных. То есть, это не просто так. Двигатель Rotex – это очень высокоборотистый двигатель с напрягом работы, который постоянно. И для него нужны маслоспециальные технологии. И ЭТЭК тоже подразумевает определенные характеристики по продукту. Итак, давайте познакомлю вас с тем, что у нас есть по XPS сейчас. Самый популярный продукт, наверное, это 4T0W40. Это полная синтетика. На ПАО – базовых маслах температура потери текучести – минус 50 градусов. Для техники BRP. Полностью соответствует 4T0W40 от BRP XPS, который был раньше, но стоит минимум в два раза дешевле. Она есть в четырехлитровых канистрах, есть в литровых канистрах, есть она в двадцатках. Двадцатки выглядят маленько, как бы так, немножко по-дешмонелски, этикетки и так далее. Но, тем не менее, это просто сделано для дилерских центров, эти двадцатилитровые канистры. Поэтому для них не суть важна, как они выглядят визуально, потому что они используются в огромном количестве для текущей замены масла у дилерских центров. Поэтому, да, канистра выглядит просто очень дешево. Этикетка дешманская здесь, на именно двадцатках конкретно. Прямо самая простая, потому что много делать для дилеров, соответственно, там заморачиваться с этикетки не стоит. Четырешки выглядят достойно. Вот четырехлитровые литровые канистры, банки выглядят очень достойно. Такая этикетка матовая, прикольная. Ну, банка стандартная, да, все прекрасно знают, откуда эти банки и так далее. Вот, это один продукт. 5W40, это второй популярностью, наверное, скорее всего недели популярности места между собой, 540, 040, 4T. Тоже сделан на ПАО, температура по теоретике куличести минус 40 градусов у него, соответственно. Тут ПАО и вторая базовая группа, это так нужно, так было сделано в BRP. Именно так же сделано здесь. Вот, тоже продукт такой в 4-литровых канистрах есть, в литровых канистрах есть. И есть он в 20-литровых канистрах. Вот двадцатка. И есть отдельно 2T для технологии E-TEC. Ротекс, E-TEC, соответственно, вот это масло двухтактное, двадцатки и четырёшки есть. Литрушек, к сожалению, пока нет, они у нас что-то подразбираются, чем быстро ли мы успеваем возить. Вот, это, соответственно, эстеры с добавлением эстеров. Масло тоже крутое, соответственно, к тому же E-TEC 2T от BRP. Четырёхлитровые канистры и двадцатки есть в наличии. Двадцатку выгодно брать, потому что она, как бы, ну, получается в пересчёте дешевле гораздо. Так, по этим разобрались. И 2T Snow Pro для снегоходов специально не с технологией E-TEC. То есть это масло 2T Snow Pro можно использовать во всех снегоходах, где нет технологии E-TEC. Таких снегоходов, кроме BRP, огромное количество. Тоже одно очень хорошее качественное масло. Соответственно, здесь полная синтетика используется при производстве базы, база полусинтетическая. И трансмиссионные масла. Это 75 на 90 продукт GL5. Вот для редукторов, соответственно, трансмиссии коротопередачи, редукторов BRP. И продукт 75 W140. Куда что заливается? Ну, во-первых, с техникой BRP обязательно есть подробная расширенная инструкция, в которой прописано всё абсолютно. Ещё раз напомню, чтобы не заморачивались. Если у вас к технике BRP прописано, например, там, продукт 75 на W140, да, то знайте, что XPS и BRP и Polymerium XPS это один тот же продукт. В этом просто не заморачивайтесь, не замудряйтесь, просто покупайте такой же продукт и используйте. Это одинаковый продукт абсолютно будет, не похожий, не то же самое, как вообще практически одинаковый. С теми же характеристиками я зачастую даже маленько Сергей поулучшил. И 75 на 90, соответственно, то же самое. Всё, что касается остального, там, для DWS, например, Rotex или двухтактных технологий E-TEC, или для просто обычных DWS четырёхтактных используйте. Те масла, которые у вас прописаны в мануале, только не в BRP XPS, а в Polymerium XPS. Люди это делают уже. То есть можно рекламировать это, можно по-разному к этому относиться. Есть просто огромное количество людей, которые сейчас уже это заливают в свою технику. Дорогую технику. Техника BRP – это техника дорогущая. Соответственно, люди туда используют. И не зря дилерские центры, они как бы замудрились, как бы, и там много анализов делают для этого того, чтобы понять, как это работает. Поэтому просто читайте, изучайте, принимайте решения сами. Я не настаиваю ни на чём, просто принимайте решения сами. Антифриз Polymerium XPS, он тоже есть в литровых канистрах и есть в 20-литровых. Красный Polymerium XPS антифриз, у него есть некоторые тонкости, нюансы в производстве, которые отличают его немножко по составу, по пакету присадок, вернее, от антифризов обычных, стандартных. Не будем раскрывать тайны, тем не менее, у XPS там есть определённые свои нюансы. Хотя, на самом деле, конечно, он очень сильно похож на любой антифриз, красный, обычный. Тем не менее, как бы, тут есть чуть-чуть мои. Короче говоря, продукты эти есть у нас всегда в наличии. Призываю ещё раз владельцев дирижских центров, владельцев станций, которые занимаются обслуживанием техники BRP или любой дорогой другой двухтактный, четырёхтактной специальной такой спортивной техники. квадроциклы, подвесные моторы, вернее, водные мотоциклы, снегоходы, обращайтесь к нам, мы вам дадим минимально возможные цены дилерские для станции на обслуживание. А если у вас просто техника, вы как частное лицо покупаете у нас продукты, просто читайте информацию, изучайте в интернете. Все эти продукты всегда есть у нас в наличии. Единственное, что выбивается в некоторые позиции, так как сейчас сезон начинается, у нас, например, 2Т, завод просто не успевает делать. А показатели того, что это масло хорошее или плохое, вот мы реально на заводе ждём по месяцу, пока сделают, потому что дилерские центры большие, российские, они выгребают практически всё. Нам достаются остатки, которые остаются. Я, Сергей, прошу постоянно, чтобы он под нас хоть что-то делал. Вот то, что у нас приходит по экспрессу, это всё продаётся практически, ну, не мгновенно там, но за неделю точно. Поэтому имейте в виду, что пока эта возможность есть, покупаете. Подделок, естественно, нет. Мы являемся представителями официальными завода и работаем напрямую с заводом Polymerium. Завод Polymerium, производственный цех, складские цеха, транспортная компания, наш склад. Вы, покупатель, всё. То есть посредников никаких нет. Мы никого ничего не перекупаем, мы работаем с заводом напрямую. Про завод. На заводе я уже был, и мы наверняка поедем ещё, ну, в следующем году точно поедем, весной 100% Серёга много чего переделал. Вот, поэтому завод, если есть желание, посмотрите. Интервью с Сергеем тоже посмотрите по Polymerium, почитайте информацию об этом. Информация, ещё раз говорю, доступна, открытая компания, открытая диалогу, и вообще нормальная компания себя ведёт в этом плане. То есть не старается закрываться кого-то, что-нибудь там мухлевать или мутить. Он вообще открытый человек, Сергей, рассказывает про свои продукты нормально абсолютно. Вот, поэтому покупайте, нареканий нет. Обычные моторные масла, Polymerium у нас также есть. Мы прошлую неделю разыгрывали 5, 4-х литровый канистр X-Pro2, 5W-30, SteelSack, GF-6A. Немного заводов российских, которых продукцию, скажем так, мы представляем на рынке. Это один из них. Вот, и я считаю, что бренд перспективный. В плане, тем более, XPS 100%, потому что, ну, нет вариантов других. Варианты другие есть. Либо там супер-супер дорогие, либо шанс нарваться на БРПшную поделку, поделку, что вполне реально. Либо купить продукт за 20 косарей, за 4-х литровую канистру, и понять, что это поляло какое-то. Мало удовольствия, тем более, если вы владелец БРПшного, какой-нибудь прям как квадрика или снегохода, за там 2 ляма и плюс, и нарваться на поделку БРП, и после этого там ремонтировать ДВС, Ротекс. Вот, поверьте мне, удовольствие себе такое мало кто хочет. Вот, ссылки на прямые покупки по БРП, XPS, я размещу в описании к этому видео, что вам не искать на наших маркетплейсах, я прямо конкретно на эти продукты конкретные сделаю ссылки на наши маркетплейсы. Если у нас чего-то нет на маркетплейсах, обращайтесь к нам напрямую на склад. Мы работаем с 9 до 5, с понедельника пятницу, находимся в Новосибирске. Наши общие телефоны, все ссылки на все продукты в описании к этому видео. Напомню еще раз, кто особо ленивый, наш общий телефон бесплатный по России 8 800 500 50 5 7 2 2. Работаем с 9 до 5, с понедельника пятницу, счастью с выходными. Еще раз, давайте пробежимся быстро. 0W40, 4-шки, литрушки, двадцатки. 5W40, 4-шки, литрушки, двадцатки. И бочки тоже есть, но бочки, тема отдельная. 2T, которые для E-Tech. 2T, которые для снегоходов без E-Tech. И 75-90, 75 на 140. Для BRP-шной техники. Двадцатки, четырешки. И антифриз в виде литровых и 27-литровых канистров. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики, спрашивайте про бренд, если вам это интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok